так ну а вот и первые лиси следы тропа такая вот натоптанная надо кстати сегодня поставить фото вовушку будет идем пока дальше уже где-то час двадцать в пути вот на улице темень здорово народ не ждали я вернулся наконец-то я смог восстановить свои силы и отправиться в лес в общем закончить свое первое дело которое я не закончил в том походе то есть как я уже описывал ситуацию что я нес шифонер точнее стенку от шифонера но я буду вставлять здесь небольшие вставочки что происходило в том походе его концов я провалился под снег что я аж говорить не смог вот сейчас я вновь отправился на свой шалаш потому что дело уже идет к новому году пора обустраивать лежанку делать чтоб можно было заночевать у нас навалило еще больше снега еще больше сугробы вот ну и по плану приготовить что-нибудь вкусненькое рассказать про свои обновочки вот и поставить хочу фото ловушку так как уже очень много следов диких животных то есть зайцы бегают волки и лисы в общем всей живности у нас хватает вот ладно друзья много говорить не буду отправляемся вышел я сегодня где-то в часов 6 утра время сейчас 8 52 вот время 20 декабря 82 так что ладно ребята сейчас у нас уже рассвет на улице морозно светит месяц и отправляюсь а вот и прямо отчетливо видно зайчат то тропа торопит уже помаленьку он большая такая длина ладно пошел в общем опять безвыш все-таки не имется я думаю но ничего страшно прорвемся тут мы люди сибирские так что идем дальше в лесу так вот снега она как бы не сильно много но по пояс пока нету но если где-то на открытых участках то там да там снег выше пояса так мы судя по всему здесь заяц что-то копал и наклонены ветки почки видать он их тут есть так что можно маленько полить солью будет и поставить фото ловушку здесь так что так мы и сделаем тут уже в принципе недалеко от моего шалаша он шалаш вон там он стоит он он вон он вот так что мы спробуем с вами что-то ребят отказывается мне работать вторая камера думал снимать буду на дверь но не получается о чудо тут вообще снега навалом прям да много сил отнимает ходьба такая еще кстати не прошло никак а не менее руки вот я на месте вот кстати ребят я пьем вот эту штуку от шифонера хотел из нее сделать лежанку себе здесь но я ее принес а ведь вот так получилось что не смог я ничего сделать так что друзья вот так вот еще хочу сделать пробовать кормушку для птиц заодно ну шалаше снега вообще нету наверху прям много внутри снега нет ладно сейчас буду обустраивать стан обустраивать быт сейчас сниму рюкзак расчищу тут маленько место под костер да надо натаскать дрова вот и потом друзья займемся постановкой фото ловушки и соли то маленько поэтому с водичкой водичку растопим размешаем соль у меня сегодня такой будет 1 1 дневный выход в лес так как я пошел сегодня рано поэтому ночевать я сегодня в лесу не буду чтобы для вас быстрее друзья выпустить ролик да как на канале уже три недели даже наверно с лишним уже не было роликов вы все ждете вам же интересно где я что я что со мной ну слава богу я жив друзья здоров мне прям сейчас вот в лес вышел даже душа радуется так как уже с одной стороны уже и маленько отвык от съемок снимать надо снимать я буду сейчас кстати друзья будут выходить ролики еще чаще так что следите кто не подписан подписывать о да Играет музыка. 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 Итак, друзья, пока горит костер, хочу вам рассказать про свои обновки. В общем, из обновок это у меня новый нож. Долго я шел к выбору ножа и остановился на якутском ноже. В общем, написал на сайт Мастер Дамаск. В общем, решил заказать им ножик. Сделали мне нож. Ну, нож недорогой. Это, в принципе, не реклама. Я взял его за свои деньги. Отдал я за него 5000 рублей. Ну, там 4 с копейками. Ну, там 4 с копейками. В общем, друзья, почему именно якутский нож? Якутского ножа у меня никогда не было. И я решил спробовать, что это такое. Потому что многие хвалят, многие с ними ходят. Нож якутский средний. В общем, выполнена рукоять с карельской березы. Плюс лосиный рог. Длина рукояти 120 миллиметров. Сам клинок односторонняя заточка. В общем, здесь идет линза. Сталь Х12МФ. В общем, длина клинка самого 140 миллиметров. И вручную, друзья, вот. Еще замечу плюс. Вручную выкованный дол. Вот. Не выпиленный, не вырезанный. А именно, выкован вручную. Вот. Ну, нож только что. Нож буду тестировать. Буду проводить с ним тесты. Ну, он подойдет также для мяса. Для разделки рыбы. Для... Вот такая вот односторонняя заточка. Кстати, очень хорошо, ребята, строгать. Вот. Строгает на ура такой нож. Вот. Будем в дальнейшем тестировать, смотреть. Ну, нож мне очень понравился. Главное, качественно. Качественно, ребята, сделано. Ребята, молодцы. Из кузницы Мастер Дамаска. Ну, это нож, я говорю, средний. Есть еще больше ножи. Так что вот. Сегодня я спробую им разделать мясо. Сейчас вот. Костер маленько прогорит. Нажгем углей. И... Также идут в комплекте, ребят, ножны. Ножны, выполненные из бычьей кожи. Здесь идет два подвеса. Если не хотите, чтобы нож давил вам в ребро, вот. Можете одеть на второй подвес. Кстати, очень удобно. Он будет болтаться. Никуда он не выпадет. Так что, очень качественно сделано. Вот. Это у меня первый такой якутский нож. Никогда у меня их не было. Я ими ни разу не пользовался. Заточка, я говорю, односторонняя. Не знаю, как его потом точить. Вот. Ну, в интернете видео об якутских ножах очень много. Я уже предварительно посмотрел, как их точат. Ну, точится вроде там. Ничего сложного нет. В общем, друзья, вот такой вот нож. Ссылочку, кому надо, я оставлю в описании под этим видео. На ребят с кузницы. Так что, я говорил, это, друзья, это мне не бесплатно прислали. Я его купил за 4... Что-то 4300, что ли, он стоит. Ну, там можете зайти, посмотреть на сайте. Вот. Ну, нож такой качественный. Он прям острый. Я вот пробовал сегодня снимать уже бересту им. Сейчас сделаю еще, ребят, кормушку. Кормушку хочу сделать для подвеса. Так, у меня костер уже прогорает. Уже почти можно готовить мясо. Вот, кормушку сделаю из бутылки. Насыплю семечек, что у которого у нас птицы до весны доживают не все. Вот. А почему именно пластиковая бутылка, ребята, кормушка? Чтобы птица видела своего хищника. Вот, даже не надо никакое усилие. Бутылку режет на раз-два. Дома проверял на газете. Газету тоже режет. Полосует прям. Вот такую вот... Вот такую вот кормушечку мы повешаем. Сегодня. Насыплю семечек, положу хлебушка. И... Ну что, пора уже жарить мяско. Сегодня, кстати, буду готовить свининную шейку на углях. Вот. И... Картошку пожарю. Ну и сделаю чай. Чай сегодня у меня будет с шиповника и маленько веточек пихты для аромата. Так, ну а пока там еще нагорают угли. Я сейчас хочу сделать визанку. Закончить. Закончить надо визанку. Визанка. Визанка. Тут все вмерзло, наверное. Вот здесь я ее хочу сделать. Поднять ее маленько выше надо. А вот у меня тут примерзло, зараза. Вот это вот бревно. Или... напилить надо новых. Шве. Она вот так вот у меня будет. Получается вот так. На таком уровне. Где-то. Ладно. Копелок. Масло. Вот, ребят, взял с собой вот такой кусочек свиной шейки. Так, и будем готовить. Будет очень вкусно. Так, здесь у меня лук, соль, специи, перец. Хлеб. Картошечка. Так, и надо чаек поставить. Сейчас заодно чаек поставлю. Мясо жалко полить. Я его сейчас, наверное, на сковородочке обжарю. А то на углях как-то его зажаривать сильно неохота. Так. Ну, вот так вот нормально будет. Вот. Я даже, наверное, его и не буду разделывать. Я прям целиком его сейчас вот такой кусочек свиной шейки. А нет, он у меня не войдет. Тогда лучше разделать, наверное. О, как мыло. О, как режет. Так, тут отрежем. Вот здесь. Во. Можно жарить. Опа. Ох, ребята. Вот это жарю. Не лей масла в огонь, говорят, правильно. Да. Чуть-чуть неудачно. Я его приземлил. Непременно вкусно, ребята. Блин, камера заподевает, наверное. Вот мяско. Прожарилось. Взял свиную шейку. Она более мягкая. И готовится быстро. Сейчас еще чаек с шиповником поставлю. Замерзает, друзья, камера. На улице холодно. Прямо жирко. Завтра пойду на избу смотреть зимовье. че там. Вот. Да. Нужно скинуть снег с крыши. А то завалится совсем. мороз. Мороз жмет по двадцатку, наверное, где-то. Так, ну что, ребят, пора ставить чай. Надо собрать только чистого снега. А водички-то нету. Сегодня у меня вот такой котелок. Ну, он уже старый. Я с ним ходил несколько лет подряд. Тяжелый, правда, но очень удобный. Он, кстати, из нержавейки, что ли. или, как она, дюраль. Тяжелый, в общем. Во. Да, нынче что-то снег нас балует. Столько снега много. Дымочек. Ну, вот и котелок стоит. Сейчас закипит водичка. Что-то руки замерзли. Так, надо сходить эту поставить для птиц. Кормушку. Неподалеку. Повешаем. Налерно. Самое главное найти дыроку. Кормушку поддержки. У меня прям замерзают пальцы. морозно. Для птиц надо сделать кормушку. А то они тоже бедные кушать и не надо. Вот. Вот так вот. И сейчас насыпем семечек. Хлебушка. но он прям недалеко от шаваша. Буду знать кто тут. Так, закипает вода, сейчас принесем птичкам хлебушек. в следующий раз возьму семечек. Думаю, кстати, взял с собой семечек, а нет. Видать, дома оставлю. Поэтому сейчас пока хлебушка им пускай кушают. А потом понанесу семечек. Ох. Я варил чай с шиповника. Я у меня шиповничек. Взял маленько шиповника с собой. Заодно заварим чаю. Еще хотел положить пихтовую веточку. для аромата. Вот такой крупный ягод. Я водички много не стал делать. Ох. Для аромата. положим. вау. вот нужный чай уже пить ничего не видно горячий аромат какой шиповник и веточка это пихтово у какой чайок вкуснотища обалденно ребята ладно сейчас пью чай и идем делать соль так размешать надо соль и разбавить потом фото ловушку поставить и дальше видно будет ну ладно оставайся шалаш с богом оставил кстати там котелочек свой взял с собой соль чтоб нам фото ловушку поставь не большое скопление зайцев но завтра или послезавтра там надо будет прийти взять топор собой и доделать лежанку потому что времени категорически не хватает вроде пришел утром а сейчас уже вечер дело пока костер разведешь пока там кушать готовишь и времени вообще них не хватает оба один пень за вот вроде зайцы тоже бегают а то там это по лесной вот ребят все утоптано буквально утрамбовано так что уже на этом дереве сейчас поставлю фото ловушку и понаблюдаем что что обзорчик был лучше мы и и снегом не придавили но если у вас закрепим а потом под ней наверно вот так что ли вот так что обзор был и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...